девочки всем здравствуйте хочу сегодня вас познакомить с такой теперь модной и современной техникой как бы она не очень современная довольно старая техника но сейчас она стала довольно актуальная современная техника техника люновильской вышивки для этой техники используется вот такой крючочек который состоит из иголочки и баранчик и ручки как бы вот этим баранчиком откручивается вставляется вот сюда вовнутрь иголочка за завинчивается иголочка у нас всегда должна смотреть на баранчик вот эта иголочка часть иголки она должна всегда быть на ровно направлено на баранчик это аксиома это правило которое нужно железно выполнять потому для того чтобы мы никогда не низ не искали в какую сторону направлен крючок мы всегда его фиксируем в эту сторону крючок какую функцию несет он цепляет цепляет нитку цепляет ткань он цепляет то что нам нужно это что нам не нужно потому для того чтобы нам цеплять только то что нам нужно мы должны контролировать наш крючочек контролируем моего нашим баранчиком так как мы всегда знаем в какую сторону смотрит наш крючок это такое введение дальше мы берем ниточку ниточку берем за свободный край а вот протягиваем между вот этими двумя пальцами вытягиваем и вот сюда и закрепляем вот так вниз опускаем видите цепляем и у нас получается натянута ниточка делаем прокол ах да еще забыла сказать вот баранчик как бы крючок состоит из баранчика я называю противоположную сторону крючочка я называю спинкой так как она гладенькая такая вот и соответственно задняя часть крючка она тоже гладенькая вот если вы видите иголочка задней стороны она тоже гладенькая потому что сам крючочек находится передней части значит соответственно изнаночка спинка у нас гладкая мы делаем прокол цепляем так как мы знаем что крючок впереди он цепляет ниточку вот мы уже зацепили для того чтобы если мы просто ее вот так вытянем мы по-любому зацепим и не ткань верхнюю где мы сделали прокол так как крючок он подденет ее нам нужно продавить крючок на заднюю часть нашей спиночки вот она протягивается вот так задней частью соответственно она искусственным образом увеличивает вот эту дырочку и легче вытягивать это когда мы уже вытянули петелечку для начала мы не делаем закрепы мы не учим закрепы закрепом будем учить на других уроках мы эту ниточку пока просто фиксируем и вот так наматываем чтобы она у нас зафиксировано было вот дальше мы рядышком буквально делаем прокол всегда делается одно и то же движение при вытягивании нитки мы должны продавить на заднюю часть вот этой спиночки на спинку когда мы двигаемся вперед а так видите у нас линия направлена вперед потому у нас вот баранчик должен смотреть вперед мы делаем шаг петельки когда мы опускаем крючок вниз мы будем сейчас разворачивать нам удобно разворачивать крючок в эту сторону значит соответственно вот так мы и заворачиваем ниточку вот так мы завернули нитку и развернули крючок снизу у нас ниточка должна упасть крючок дальше мы развернули в этом же положении когда баранчик смотрят в противоположную сторону нашего движения мы должны продавить на изнанку но он не на изнанку на спинку крючка нашего мы продавливаем искусственным образом увеличивая дырочку дальше наверху когда мы находимся перпендикулярно из этого положения мы разворачиваем баранчик по нашему движению не в наклоне уже когда мы опускаем а именно наверху это должно быть автоматом у вас потому что если вы это будете делать в наклоне то у вас или расслоится нитка или вообще нитка спрыгнет с крючка потому всегда баранчик развернутый когда вы делаете прокол по ходу движения потом он разворачивается и спиночка продавливается вытягиваете делаете разворот опять вставляете наматываете нитку по ходу баранчика прокручиваете натягиваете спиночку вытягиваете нитку вставляете ниточку намотали она упала в крючок вы почувствовали развернули продавили спиночку и вытянули и вот так очень медленно внимательно не забывая ни одной вот нашего ни одного шага потому что как только мы собьемся или мы будем разворот делать в наклоне мы мы скрутим эту ниточку либо мы либо мы будем разве подождите какой еще есть у нас ошибочка а ниточку наматывать она не упадет вниз вот нитка иногда может вот здесь наверху когда вы затягиваете она не будет она может спрыгнуть крючка потому когда вы ее наматываете вы должны проследить чтобы она именно щелкнула и упала в сам карманчик крючка на повороте мы делаем один маленький маленький крохотный холостой ход и делаем поворот если мы будем делать поворот с большого стежка у нас он за округлиться сейчас я вам покажу на следующем повороте вот а пока мы следим за нашим баранчиком и продавливаем обязательно спинку когда мы вытягиваем иголочку продавливание спиночки это наша разворот баранчика и продавливание спиночки это то на что мы в первую очередь и самое главное первые дни когда мы осваиваем вот эту технику мы должны обратить внимание хотела вам показать что будет если мы делаем с большого вот у нас большая петелька и когда мы делаем поворот видите ее начинает крутить получается у нас не получается прямого угла потому когда мы подходим к повороту мы делаем один маленький вот такой совсем крохотный чуть ли не в одну клеточку в одну ниточку вот такой шоу шаг и тогда мы уже спокойно поворачиваем поворачиваем у нас получается прямой угол еще девочки хотела обратить внимание на натяжение нитки вы должны обязательно 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 следить на за натяжением нитки чтобы ни в коем случае ее не перетянуть потому что если вы ее перетяните так как у нас сейчас ткань натянута на раму и вы не можете почувствовать насколько у вас натянута нитка вы вот так просто проводите пальцем по вышивке если вы отчетливо не просто рельеф нитки а вот прям вот так надавливать и у вас здесь как будто как будто резинка натянута как будто такая вот сильная перетяжка идет вы ее чувствуете здесь натяжение ткани вот здесь натяжение с ниточка оно должно быть одинаковое вот потому когда ткань снимется у вас вся будет ровненькая вышивка не будет никаких излишков и вот сжимания затяжек вот на поворотах помним про вот этот маленький стежок иногда даже когда мы возвращаемся обратно мы тоже вот на в конце вот если у нас гладью вышивается то мы в конце на повороте вот на этом углу мы всегда делаем маленький стежочек баранчик всегда следим за разворотом баранчика баранчик по ходу движения баранчик противоположную сторону и при любой вытяжке мы давим на спинку разворачиваем баранчик строго наверху не на повороте не на сгибе а вот наверху это такие основные правила основные правила нашей вышивки если вы вот это освоили можете бить себя в грудь и говорить что вы уже уже освоили 50 процентов все или на вильской вышивки остальное это уже хитрость наложения материалов самое главное это вот аккуратность не натяж не перетяжка но это зависит от того сколько километров как я уже говорила еще буду говорить сколько километров вы вот этой цепочки провязали чем больше этого это как в вязание вы знаете есть девочки рукодельницы которые затягивают нитку вязание у них такое вязание получается тугое есть девочки наоборот которые очень расслабленного вяжут и у них такое ну прям паутинка получается болтающиеся у нас здесь должна быть золотая середина нам не нужно вот таких парашютных петель каких-то легких прям такого вот такого легенького у нас должно быть именно вот столько сколько нужно затяжка баранчик по ходу движения накрутили намотали протянули опять же баранчик накрутили намотали на поворотики маленький шаг накрутили и побежали дальше все не сложно со стороны но и поверьте все всему можно научиться многие я знаю девочки бросают вот начинают у них не получается они бросают это не мое это нет здесь по большому счету вам скажу ничего сложного нет просто надо день потратить быть сосредоточенным на своей работе дальше это уже навык который как в каллиграфии как как других каких-то там вещах это его надо выписать выработать и и все поверьте все получается еще у нас слава богу никто не остался кто не научился писать и потому что вариантов не научиться писать у нас нету так так же самое но вышивки есть вариант не научиться вышивать наша вас за это никто ругать не будет но если это для вас цель и вы хотите освоить такую красивую удивительную такую как вам сказать она предрасполагает большую свободу вы можете любой рисунок вышить самостоятельно и вам для этого не надо кружево какое-то там какой-то кутюрный элемент или еще что вот вы теперь будете смотреть на любые самые дорогие кутюрные вещи другими глазами потому что вы будете понимать как это сделано и вы будете понимать что вы можете то же самое повторить самостоятельно просто здесь есть еще дальше некоторые нюансы по поводу того как эти материалы накладываются я думаю что вам понравился мой урок думаю что вы подружились крючком и вот на повороте сделала 2 2 петельки это неправильно она закруглила вот думаю вы подружились крючком и будете хвастаться и показывает мне свои работы я буду гордиться вами вот в конце мы делаем обязательно закрепку шаг вперед шаг назад и и опять шаг вперед получается таких три маленький вперед маленький назад маленький вперед таких три вот движение должно быть отрываем здесь у нас закрепа не было мы можем его просто заправить шов и будет у нас заправлено аккуратная работа всегда старайтесь всегда говорю после каждого урока всегда старайтесь аккуратно следить за изнанка изнанка это лицо мастера чем аккуратней безупречней изнанка тем выше ваша родной класс вашего мастерства потому начинайте с несложного начинайте с аккуратной изнанки а это уже первые шаги к вашему профессионализму еще некоторые мастера рекомендуют закреплять клеем эти концы наши я не использую это и не работаю иногда когда это нужно для технологических процессов брошки я проклеиваю изнанку но в принципе для вышивки там на одежде или где я заправляю делаю узелочки заправляю ниточку в шов и я не не знаю что нужно как нужно теребить эту ткань и эту вышивку для того чтобы вот это распоролась как правило если ниточка правильно наложено не расслоилась нигде все в порядке она продержится поверьте кутюрным школам высокой моды во франции все вот они не у них камель дурной тон если используется клей вышивки у них все идет строго только крючок игла нить да всем успехов всем любви вышивки до встречи буду вам еще показывать какие-то интересные уроки